Джо Байден Он является вторым президентом США после Линдона Джонсона, который объявил в 1968 году, что не будет баллотироваться на второй срок. Одновременно достойный и правильный поступок. Также Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис как преемника в качестве кандидата на выборах от демократов. Решение о выдвижении должна принять Национальная конвенция Демократической партии. Ройтерс со ссылкой на источники сообщает, что еще в ночь на субботу Байден думал продолжать гонку, но днем в воскресенье принял решение не избираться на второй срок. Кто вместо него? Камала Харрис? Какой кандидат может набрать в рейтингах то количество голосов, чтобы победить главного соперника? Ну, конечно, самый первый кандидат это Камала Харрис, потому что она действующий вице-президент и, скажем, тут, конечно, будет зависеть многое от того, что может потенциально заявить Байден по сообщению американских медиа, как минимум. Поэтому, если же он, скажем, остается президентом, это один разговор. Но если он говорит, что он и готов уйти из президентского срока, то тогда Камала Харрис 100% автоматически становится первым номером, и тогда Демократическая конвенция сходит на нет. И, скажем, ее вопрос только касается кандидата в визе-президента. Я думаю, что, конечно же, те имена, которые называются, это в основном губернаторы нескольких штатов, это губернатор Мичигана, это губернатор Калифорнии, они, в принципе, все более-менее одинаково имеют результаты по опросам. Поэтому сказать, что кто-то уж сильно, скажем, впереди, и кто-то действительно там обыгрывает Трампа на 10% в так называемых именно колеблющихся штатах, я думаю, было бы, конечно, преувеличением. Просто таких данных на сегодня нет. Но, опять же, как мне кажется, тут есть такой тоже очень интересный момент касательно того, как читать эти опросы. Потому что все-таки, когда опрашивают даже зарегистрированных демократов, мне кажется, что люди не могут, конечно, полностью откинуть тот факт, что Джо Байден является действующим президентом. И, конечно же, в первую очередь они рассматривают именно его, как кандидата в президенты на этих выборах. Поэтому, на мой взгляд, все вот эти опросы касательно других кандидатов и их, скажем, возможного состязания с Трампом, они все-таки более гипотетические. Поэтому, я думаю, будет интереснее посмотреть, если Байден действительно решится на этот шаг и действительно выйдет из гонки, вот, скажем, буквально 2-3 недели после этого события, вот реально какие будут опросы тогда. Вот если эти же опросы покажут, что там действительно будут равные результаты или где-то даже демократы могут побеждать, вот это будет действительно интересно. А вот что Трамп, который сегодня выступил на закрытии съезда республиканской партии, как вы оцениваете сегодняшнюю речь? Честно говоря, мне кажется, что Трамп действительно, и это подтверждают некоторые американские СМИ и корреспонденты, которые были на конвенции, мне кажется, он очень существенно изменился после покушения. Он стал более спокойным, он, возможно, даже не таким энергичным, как ранее. Мне кажется, что он действительно многое пересмотрел касательно себя, возможно, касательно своей политической риторики. Возможно, он будет более сдержанным на публике и касательно риторики против Байдена и против демократов и так далее. Но мне кажется, что ему настолько вот эта конвенция на самом деле именно дала энергию и такой действительно прилив силы, что в целом я думаю, что он может, скажем, на определенное время из публичного пространства, наверное, выпасть. Но, тем не менее, потом вскоре вернуться и продолжать вот эти митинги и так далее. Но вот эти отсылки, которые он делал к тому, что он не должен был стоять на этой сцене, и когда толпа начала кричать «нет, ты должен был стоять на этой сцене» и так далее. То есть, конечно, это и элемент игры на публику, и элемент такой театрализованной, что называется, постановки. Но в целом, я думаю, что все-таки покушение на него слегка повлияло и на его как раз публичные выступления. Повторюсь, он стал более спокойным и чуть-чуть более уравновешенным. Демократы все больше склоняются к поддержке вице-президента Камалы Харрис, об этом сообщает СНН. Как пишет издание, несмотря на отсутствие четкого процесса выбора нового кандидата, Харрис может стать консенсусным выбором благодаря своей способности мобилизовать демократов. Высокую поддержку вице-президента подтверждают и внутренние социологические опросы. Накануне Камала Харрис начала сбор денег на президентскую предвыборную кампанию демократической партии в штате Массачусетс. Ее финансовые доноры назначили главой сбора средств, пишет Reuters. Как считает агентство, таким образом доноры дают сигнал, что готовы объединиться вокруг Харрис в качестве кандидата. Ранее издание New York Times со ссылкой на собеседников писало, что демократы отложили выдвижение Байдена кандидатам в президенты США. К такому решению партию подтолкнули лидер демократов в Сенате Чак Шумер, а также глава фракции в Палате представителей Хаким Джеффрис. Таким образом голосование за кандидатуру Байдена перенесли со следующей недели на первую неделю августа. Незадолго до этого стало известно, что крупные доноры-демократы заморозили 90 миллионов долларов взносов на кампанию Байдена. А тем временем новый комитет политических действий, который был создан 9 июля, организовал в субботу митинг у Белого дома. Демонстранты потребовали от Джо Байдена уйти в отставку. Мы не просто выступаем против движения, которое занимается насильственным авторитаризмом. Насильственный авторитаризм является основой его идентичности. Да, демократия стоит на повестке дня, права на аборты стоят на повестке дня, достойное жизни будущее стоит на повестке дня. И когда ставки так высоки, не должно быть противоречий в том, что демократическая партия должна выдвинуть как можно более сильного кандидата в президенты. Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне по сути все равно, с кем иметь дело. Меня интересует информация как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы. Там БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами, напишите мне, у вас ждет приятная сумма денег, если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нету ботов. Два, я никогда не пишу первый, без договоренности три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. Ватсап в приоритете, телеграм и телеграм-канал, на котором новости моего проекта. Продолжение следует...